С ливневой канализацией здесь входит ремонт, да? У нас ливневой канализации здесь нет, только это подъем и ремонт люков. Олег Игоревич, Олег коллектор. Пожалуйста, по ливневке что вы можете здесь сказать? У нас здесь ливневая канализация есть, здесь в объем ремонта входит решетка, в объеме туда. То есть ливневая канализация здесь есть, но ее надо, я понимаю, чистить? Я понимаю, но как раз момент ремонта, как обычно, как раз это есть уже опыт определенный, как раз проведение ремонта, да, у нас много вероятности того, что ливневка забивается, даже проведение ремонта. Поэтому она у нас по всему городу желает оставаться лучшей. Поэтому необходимо в рамках ремонтных работ ее не усугубить, то есть ее не ухудшить, чистить кто ее будет. Поэтому нужно ее в период сейчас вместе с Александром Александровичем, что у вас будет следить, непосредственно осуществлять контроль за и проведение непосредственной работы, да, заранее провести монетаризацию этой ливневой канализации, не только этой. Там, где, как вы сказали, вы выходите, вы играли конкурс на четыре дороги, правильно? Прежде чем что-то делать на дороге, ну, у вас время есть, да, проинфицировать именно ту ливневку, которая есть, в каком она состоянии. И я так понял, уже практически, когда с лимон там будет выходить, то есть вы только меняете колодцы. Да, да, да. И подъемы колодцев. На этом участке, какова ситуация в целом, в ходе дождей, ливней, то есть у нас есть очаги, значит, нахождение больших ушек? Они уже сейчас не есть, но они обусловлены тем, что у нас дорога просешет. То есть у нас дождеприемные колодцы получаются в лучший уровень покрытия. То есть, например, после ремонта мы их выведем в один уровень, и проблемы будут. Значит, в связи с чем я прошу, то же самое и Зверево касается. Почему я сначала оговорился, Зверево, знаю, что вы на Зверево выходите. Там тоже идет благоустройство, тоже на ливневке, там две ужасные лужи обычно, вот ливни были, прошедшие выходные. Оценить ситуацию по поводу той ливневой канализации, которая есть, прочистить перед тем, как сделать дорогу. После того, как будут проводиться ремонтные работы, чтобы ее не засорить, это один момент. Если все-таки ливневки будет недостаточно, предусмотреть еще варианты возможной решения на всякий случай. Как вариант, допустим, может быть, на каких-то участках, где лужи скапливаются и не справляются с ливневкой, может быть, какие-то септики сделать. Еще раз говорю, это может у вас другие варианты, либо септики для наполнения воды, чтобы она отстаивалась дальше, да? Ну, еще обращение на Зверя особенно, обратите внимание. Ну, мы знаем эту проблему, извиняюсь, что там несколько есть вариантов решения. Да, потому что и жители, чтобы знали, что здесь работа проводится ремонтно. Есть ремонт, искапремонт, есть строительство, реконструкция. В рамках ремонта, естественно, не строятся ливневые канализации. Если капремонт, там и дополнительные еще средства. Поэтому я понимаю, что ливневка есть, ее необходимо провизировать тогда, Олег Григорьевич, я за вами. И дать предложение совместно с подрядчиками, да? Соответственно, что можно еще усилить по ливневой канализации там, где у нас есть такая проблема. То есть не справится ливневка. Ко следующему стабу мне необходимо об этом сказать. Извините, пожалуйста, Батанковский Георгий, я житель вот этого микро-лиэна. Проблемное место у нас, я вам и сразу могу сказать. По воде, да? По воде, по ливневку, как раз лужи все идут. Это получается от поворота на вокзал и до Сафтарголь. Вся вода идет через воду. Здесь вообще нет никакого места. Траншея вон там прорыта, она засыпана. Поэтому вся вода. И то, что у нас будет лежать новый асфальт, это тот выминец, который будет. Это житель, Батанковский Георгий. Спасибо. Спасибо за то, что вы, так говорится, неравнодушны. И мы очтем ваше пожелание. Но мы знаем о том, что у нас тоже есть те возможности, которые мы будем делать. И не зря я сказал о том, что есть вопросы касаются той линии канализации, если ее необходимо прочистить. И я не зря я сказал, что необходимо еще оборудовать устройство. Возможно, септиков. И третий вариант, это, естественно, используя реле. Другого пока варианта есть. Нет. Но то, что проблема по всему городу, по ливневой канализации, это знаю. Ее нужно решать в комплексе. И с учетом, вот, четыре дороги у нас делаются, я попрошу еще раз, это будет акцент, но номер один. Как вода будет уходить? Рельеф использовать. Да, значит, геодезисты должны хорошо поработать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.